Бесплатные земельные участки. Глава региона подписал окружной закон о регулировании земельных отношений на территории Ненецкого округа. О просчете оленей на Колгуеве и проблемах СПК Рассветсевера шла речь на расширенном совещании при главе региона. Как отметил Александр Цибурский, в год оленеводства нужно переходить к практической реализации запланированных мероприятий. Его боевые заслуги отмечены знаком «Отличный пулеметчик» и медалью за боевые заслуги. На 93-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Федор Алексеевич Сырков. Цветок памяти. Всероссийская акция, посвященная празднованию победы Великой Отечественной войне, набирает обороты. К участию в акции приглашаются школы и детские сады региона. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нижалова. Александр Цибульский подписал окружной закон о регулировании земельных отношений на территории Нинецкого округа. Документ был рассмотрен на сессии окружного собрания и одобрен депутатским корпусом. Речь идет о защите прав сельских жителей, которые не могут оформить в собственность жилье, находящееся в их фактическом владении. Препятствием для оформления права собственности является отсутствие у граждан прав на земельные участки, на которых расположены жилые дома. Как подчеркивают разработчики законопроекта Управления имущественных и земельных отношений Нинецкого округа, законодательные изменения распространяются и на части жилых домов. Последние в соответствии с жилищным кодексом также являются жилыми помещениями. Кроме того, в сельских населенных пунктах Нинецкого округа широко распространены жилые дома, состоящие из двух обособленных жилых помещений, каждый из которых предоставлено отдельной семье. Законопроект призван защитить и этих граждан. Законом также предусмотрена возможность предоставления участка в долевую собственность граждан. При этом документом определены условия предоставления земли и исчерпывающий перечень случаев отказа в предоставлении гражданину земельного участка. Подписанный главой региона закон предусматривает предоставление земельных участков владельцам указанных жилых помещений в собственность бесплатно. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Амдерма идет с опозданием на один месяц Об этом доложил глава администрации Заполярного района Олег Холодов на совещании при главе региона Строительство ФОКа началось еще в 2010 году, а сроки сдачи переносились не один раз Причиной задержки заказчик называет погодные условия Несмотря на это, срок сдачи объекта остается прежним – декабрь 2018 года ФОК в Амдерме подрядчик должен был сдать еще в ноябре 2011 года После этого сроки сдачи объекта переносились несколько раз В итоге по инициативе заказчика контракт был расторгнут А в отношении подрядчика до 2015 года велась претензионная работа В конечном итоге организация, затянувшая стройку, была признана банкротом и ликвидирована На данный момент работы на стройке ведутся согласно условиям контракта и графика производства работ Правда, с опозданием на месяц Следующая точка, это конец апреля, должна быть собрана коробка К концу апреля она собрана не будет Претензия направлена с предупреждением войти в график И на начало мая вызван руководитель фирмы, чтобы посмотреть их предложение по ускорению строительства, чтобы войти в график Еще один строящийся объект в школо-сад в поселке Бугрино Строительство социального объекта на 80 мест в островном поселке началось еще в 2012 году Сейчас в центральной части Бугрино возвышается каркас трехэтажного здания Исполняя поручения главы региона, централизованный стройзаказчик подготовил техсадание на проектирование школы сада в Бугрино Департамент образования, культуры и спорта Ниньского округа его согласовал 16 марта департаментом образования, культуры и спорта было согласовано техническое задание на проектирование объекта школы-сад в поселке Бугрино В техническом задании мы предусмотрели проектирование объекта из модульных быстровозводимых конструкций Здание школы-сада рассчитано на 9 классов, выполняя поручение сделать сам основную школу 9 классов комплектов по 10 человек и 3 групповые ячейки детского сада, наполняемость по 15 человек На сегодняшний день готов только проект здания Сроки начала строительства пока неизвестны Александр Цибульский поинтересовался также у Ильи Иванкина, когда будет организован досуговый центр для молодежи при библиотеке в поселке Красное Но ответа не получил Не определены и сроки начала капитального ремонта детского сада в поселке Красное Деньги на ремонт в размере 60 миллионов рублей в бюджете округа на этот год заложены и будут утверждены на ближайшей сессии После чего останется провести конкурсные процедуры Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север Глава региона поручил заранее позаботиться о безопасности пассажиров в период навигации Александр Цибульский поручил руководству Заполярного района и окружных ведомств, отвечающих за транспортную сферу, приступить к подготовке к навигационному периоду В период речной навигации прошлого года в адрес руководства региона неоднократно поступали обращения от жителей сельских населенных пунктов о неудобстве для пассажиров речного транспорта существующего графика их движения В частности, граждане сообщали о том, что суда ходят с полной загрузкой и не останавливаются в отдельных населенных пунктах, где их ждут люди Кроме того, нарекания со стороны сельчан вызывала и периодичность доставки почты в поселки и деревни Нижнепечорье У нас в прошлом году, насколько я знаю, были случаи, когда перевозчики на баржах перевозили людей с нарушением мероприятий и безопасности, имеется в виду без спасательных жилетов, без специального оборудования Это недопустимо, мы все понимаем, вот такие, казалось бы, вещи, которые нас ежедневно, может быть, раздражают и кажутся излишними Тем не менее, зачастую устают человеческие жизни Поэтому мы все равно не будем здесь идти на уступки И будем продолжать требовать, чтобы все мероприятия, все планеты в полном объеме В ходе совещания Александр Цибульский поручил профильным ведомствам, Департаменту финансов и экономики Взаимодействующему с предпринимателями в регионе и Департаменту строительства ЖКХ и транспорта НАУ Взять на контроль вопрос безопасности пассажиров при осуществлении межрегиональных речных перевозок На Колгуеве завершился просчет оленей Сейчас на острове обитает порядка 500 голов Об этом доложила вице-губернатор Ольга Старостина на совещание при главе региона Поиск островного стада оленеводы выполняли при поддержке профильного департамента и с использованием снегоходной техники Просчет оленей на острове не проводился уже более пяти лет С тех самых пор, когда на Колгуеве наблюдался массовый падеж животных С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей В результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя Из них практически все важенки 145 женских особей Первым шагом по естественному восстановлению оленей во поголовье на Колгуеве Стал завоз 14 хоров в 2015 году Просчет оленей на Колгуеве вошел в перечень мероприятий проведения в регионе года оленеводства Что в принципе позволяет говорить о том, что через полтора-два года у нас восстановится стадо поголовье Которое будет способно для самообеспечения, по крайней мере, населения И учреждения, которые находятся на территории муниципального образования Поэтому вопрос о том, что в этом году необходимо завозить дополнительно оленей Вот мы хотели посмотреть, необходимо это или нет То рабочая группа пришла к рекомендации о том, что достаточно поддержать хозяйство у нас этот год И завозить оленей нет необходимости Кроме этого, Ольга Старостина доложила о положении дел в СПК «Рассвет севера» в поселке Харута В этом году хозяйство испытывает серьезные финансовые проблемы Связано это в первую очередь с тем, что в СПК не проводился забой оленей Порядка 20 миллионов рублей хозяйство задолжало по налогам и другим производствам А также 4,5 миллиона по заработной плате Доходов никаких нет Земля передана в третьи лица ООО «Татком» 26 по земле будет суд 26 апреля на контроле юристов АПК По словам Ольги Старостины, для того, чтобы впредь у оленеводов не возникало таких проблем В рамках действующего законодательства следует вносить в договор аренды пункт о том, что олени и пастбища передаются в пользование третьих лиц только с согласия окружных властей Александр Цибульский предложение поддержал и рекомендовал не затягивать с решением данного вопроса Отметив, что в год оленеводства необходимо уже переходить к практической реализации запланированных мероприятий Давайте регулярные тренд встречи сделаем по этому поводу вместе с экспертами, с основными участниками этого процесса Для того, чтобы нам посмотреть, что за этот год можно действительно оленеводство сделать с практической точки зрения Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Федор Алексеевич Сырков Ветеран войны скончался на 93-м году жизни Федор Алексеевич Сырков родился в селе Нижняя Пеша В 18 лет, в январе 1943-го, он пошел защищать Отечество После обучения в Архангельске был направлен пулеметчиком в маршевую роту Воевал под Старой Руссой Там был серьезно ранен, в бою оторвало мышцы на ноге После тяжелого ранения отправлен в Вологодский запасной полк Оттуда во внутренние войска, которые охраняли Беломорканал, где он и прослужил до 1946 года А потом вернулся на родину, в Ненецкий округ С 2006 года Федор Алексеевич проживал в Пустозерском доме-интернате для инвалидов 6 июня ему исполнилось бы 93 года В преддверии Дня Победы пройдет акция «Виртуальный бессмертный полк» Она стартует 24 апреля и продлится до 10 мая Акция позволит отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны без прохождения в колонии «Бессмертный полк» На срок проведения акции «Виртуальный бессмертный полк» необходимо заменить свою аватарку Персональную фотографию на личной странице в социальных сетях На фотографию своего родственника или другого участника Великой Отечественной войны, сражавшегося против фашизма В акции может принять участие любой желающий, в том числе и люди, которые 9 мая выйдут на улицы с портретами своих родных и близких Дабы принять участие в грандиозном шествии «Бессмертный полк» Результатом акции «Виртуальный бессмертный полк» станет возможность увидеть лица людей, защищавших свою родину в годы Великой Отечественной войны На страницах социальных сетей Для создания фотографий в тематической рамке существуют специализированные ресурсы В случае, если необходимо разместить две или более фотографий, то возможно создать калаш Поместить его в рамку через указанные ресурсы и также разместить на личной странице в социальных сетях Детские сады и школы Неницкого округа приглашают принять участие во всероссийской акции «Цветок памяти» Она организована по инициативе члена Общественной палаты Волгоградской области Оксаны Бирюлькиной Которая выступила с предложением, чтобы каждый ребенок 9 мая вырастил из семени цветок И принес его к памятнику победы в Великой Отечественной войне в своем городе Эту идею высоко оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко И предложила провести акцию по всей стране В нашем регионе одними из первых к экологической акции «Цветок памяти» Присоединился Центр природопользования Неницкого округа За посадкой семян наблюдала наша съемочная группа Я рекомендую приобрести бархатцы Самые неприхотливые растения Морозоустойчивые Которые легко приживаются И при правильной посадке Они могут до первых заморозков радовать их глаз Вырастить бархатцы из семян можно традиционным способом Просто посадив семечко в горшок А на Булатова предлагают другой вариант Наиболее интересный, но трудоемкий Проращивание семян на бумаге с использованием подложки Такой способ посадки цветов может заинтересовать Даже самого непоседливого ребенка Буквально сантиметров через 10 можно их разложить Затем вы завертываете улиточку, делаете в виде улиточки И выставляете Здесь мелкая посуда, можно взять поглубже Во-первых, мало места занимает Связываете резиночкой Денежной, так мы называем И можно поставить любую емкость Мало места занимает И если емкость у вас большая, глубокая То можно выставить несколько таких улиточек Бумажную салфетку можно заменить цветочным грунтом В таком случае при пересадке цветов клумбы Корневая система растений останется неповрежденной А за счет подложки земля будет сохранять тепло Такими непривычными для кого-то способами Можно вырастить не только бархатцы Но и другие неприхотливые цветы Которые в последующем украсят клумбы На пришкольных участках и территориях детских садов Или возле памятных мест Как это и было задумано инициаторами акции Старт дал город Волгоград У них эта акция была Но проведена Но сравнивать климатические условия Города Волгограда И если они к 9 мая могут уже Организовать клумбы Около памятника Победы Или во дворах школ А у нас есть школы, которые носят Имена участников Великой Отечественной войны Петра Михайловича Спирихина Школа номер один Можно организовать клумбы И сейчас уже заниматься рассадой Напомню, всероссийская акция Цветок памяти посвящена победе В Великой Отечественной войне Каждый ребенок может вырастить К 9 мая цветок И принести его к обелиску Победы В своем городе Ирина Нежалова, Вадим Стасюк Телеканал Север В мастерской народных ремесел Мэлне в эти минуты продолжает Работать творческая лаборатория На ней рукодельницы из разных уголков Огрога знакомят с особенностями Национальных костюмов Учат их по шиву и даже читают по ним историю Ведь исторические и жизненные события Оставляют свой след на фасонах И элементах одежды В этом смогла убедиться и наш корреспондент Любовь Пермякова Вы знаете, женщина одевая такую кофту Превращается в необыкновенную птицу Потому что рукава здесь Посмотрите, какие большие Это, можно сказать, прямо кофта Один рукав цельный И когда женщина одевает Она похожа на прекрасную птицу Марина Маргось показывает Коми Ижемский свадебный костюм Ему уже около ста лет И это не просто наряд считает Заведующая Центром народного творчества А целая книга об истории северного народа И чтобы лучше изучить ее Сотрудники учреждения Пригласили мастера из села Ижмы Республики Коми Татьяну Филиппову Костюм может рассказать О стадии жизни женщины Девочка она, девушка Замужняя, незамужняя Возраст Вот может сказать Потом Богаты они, небогаты Вот такие вот вещи Кстати о богатстве Коми Ижемцы были очень зажиточными И трудолюбивыми людьми Они занимались многими видами хозяйства Оленеводством, рыболовством, охотой и торговлей Ездили не только на северные ярмарки Но и в Нижний Новгород Где закупали платки и ткани для пошива одежды Выбирали благородные материалы И сочные цвета Это говорит об эстетическом чувстве Коми народа В наших северных небогатых красками краях Женщинам хотелось ярких цветов Поэтому на праздниках они пытались Предстать во всем великолепии На мне сейчас Коми Ижемский костюм Замужней женщины Он состоит из головного убора Рубашки сос Передника И косоклиного сарафана Кстати под него одевали много подъемников Ведь чем пышнее был низ Тем талия оказалась тоньше Раньше такой праздничный наряд Шился из тонкого полотна Сукна самого лучшего качества А в более поздние времена Из фабричных тканей Самые зажиточные люди Могли носить даже шелка, парчу, атлас и кашемир На его изготовление древние мастерицы Тратили не один месяц А порой и несколько лет Современные 16 рукодельниц Время на создание костюма тоже не жалеют Собственно говоря Планировалось сшить только головной убор На этих мастер-классах А должна вам сказать Что все пошли дальше Кто-то шьет кофту Кто-то шьет себе сарафан Сегодняшний мастер-класс Это продолжение творческой лаборатории В рамках проекта Сохраним наследие Который существует на протяжении 10 лет Благодаря ему окружные мастерицы Плели кружево, шили русские сарафаны И рубахи, пояса обереги Изготавливали головные уборы И ненецкие костюмы Стать частью большого творчества Поможет каждый желающий Мастер-класс по изготовлению коми-костюма Будет проходить до 15 апреля Любовь Пермякова, Вадим Стасюк Телеканал Север Такова информационная картина этого дня Мы следим за развитием событий Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин